По итогам личного первенства России, татарстанский шпажист Рафаэль Загитов занял второе место и возглавил всероссийский кадетский рейтинг. Поэтому сегодня, в день командных, к нему и сборной Татарстана было приковано повышенное внимание. На пути к полуфиналу Загитов и партнеры по команде победили первую и вторую сборную Санкт-Петербурга, но в бою за выход в двойку они неожиданно уступили Новосибирску. После личных сторон я очень сильно устал, команда тоже очень сильно устала после личных сторон. Мы не смогли встать, ноги уже у всех сводила, все устали. В поединке за третье место Татарстан победил сборную Московской области за счетом 45-40, а в финале Новосибирск встретился с первой столичной командой. Несмотря на то, что москвичи были безусловными фаворитами поединка и всего турнира, сибиряки сумели навязать борьбу, но в итоге все равно уступили 45-36. Для Ролана Бартелеми и Михаила Белозерова эту победу можно назвать компенсацией за не совсем удачное выступление в личном первенстве. Хотели медаль, получили и золотую еще. Хотели показать то, что мы не слабое звено и можем победить. У девушек Москва также заняла первое место. В финале они оказались сильнее сборной Татарстана 45-31. Интересно, что в столичной команде не было Айзанат Муртазаевой, которая днем ранее стала победителем личного первенства. Нет, ну конечно же без Айзанат какая-то вот эта уверенность в победе пропала, но при этом мы знали то, что мы выиграем, потому что, ну, мы же сборная Москва. Все это понимают. Таким образом представители Москвы показали максимально возможный положительный результат. Золото первенства России 2017 года во всех четырех шпажных дисциплинах отправляется в столицу.